Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 5 апреля, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимальные значения, которые мы видели 3-4 апреля, ну и далее снижение в области 1.2154. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.2314. По паре британский фунт и американский доллар тенденция восходящая на текущий момент остается в приоритете. Ближайшие цели роста – выход из бокового движения, которое мы отслеживаем уже несколько торговых дней, и движение по направлению 1.4248. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.414. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Цели снижения – это область 1.2698, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальной значении вчерашней торговой сессии у отметки 1.2847. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимума, который мы видели 28 марта, и двигаться по направлению 108 и 109. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 105.98. По паре австралийский доллар и американский доллар на текущий момент также тенденция восходящая остается в приоритете. В рамках часового таймфрейма ближайшие цели роста – это уход выше максимума конца марта, отметка 77.55 и движение по направлению на 78. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений 4 апреля, которые были зафиксированы на уровне 76.13. По паре еврофунт тенденция нисходящая также остается в приоритете, ближайшие цели по снижению – это область 86.62, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме вчерашней торговой сессии – это отметка 87.58. Золото сегодня с утра торгуется ниже минимумов 3 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу нисходящего движения с целями по снижению в область 1321 доллара за тройскую унцию и вероятность снижения до 1306. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашнего торгового дня, которые были зафиксированы на уровне 1348. По нефтемарке Brent тенденция нисходящая на текущий момент остается в приоритете. В рамках часового таймфрейма ближайшие цели – это обновление минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 67.34 и движение по направлению на 63. Отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы 3 апреля на уровне 6907.69.10. По индексу DAX тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это отметка 12469, ну и далее – 12800. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться после обновления минимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 11788. По биткоину на текущий момент тенденция восходящая остается в приоритете. Наиболее важным разворотным уровнем мы отмечаем минимальное значение 1 апреля – это отметка 6427 долларов за один биткоин. Пока мы торгуемся выше данного значения, тенденция в рамках часового таймфрейма остается в приоритете восходящая с целями роста на 7500 и далее уже на отметку 10000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok